некие правила работы с хранением данных, подключение к данным, масштабирование при работе с данными и прочими техническими вещами, при этом с предоставлением максимальной степени свободы пользователю. Что на входе, что на выходе. ClickData Catalyst — это платформа, правильнее сказать. То есть, с одной стороны, и слово «продукт» — это тоже правильно, с другой стороны, клик, покупая в свой актив продукт вместе с разработчиками, который на рынке имел название «подиум дейта», естественно, на рынке выбирал не просто какой-то готовый продукт, но и продукт, соответствующий, скажем так, ориентирам самого клика. Одним из ориентиров, как я упоминал, является максимальная масштабируемость и расширяемость в плане возможности программного доступа к встроенным функционалам тех или иных продуктов. Поэтому чем интересен ClickData Catalyst? Это тем, что он предоставляет не только некий встроенный функционал, а еще и имеет огромное количество API-интерфейсов, которые позволяют творить с ним все, что буквально угодно, понятно, что с более высоким уровнем квалификации требуется уже, но, в принципе, это полностью расширяемо во всех направлениях продукт. Собственно, с одной стороны, это фактически любые современные источники данных, с другой стороны, это любые фактически варианты использования бизнес-пользователями и приложениями, ну а внутри дейта-каталиста встроенный и интегрированный некий функционал, который состоит из нескольких частей. В общем, случай заключается в следующих вещах. Дальше будет некая дополнительная детализация, чтобы сложилось более полное представление. Ну а завершу я это просто показом простенькой демонстрации, как это может выглядеть для пользователя, потому что с точки зрения всех остальных технических вещей, понятно, что это функция коллег из IT, безопасников, системных администраторов, и, в общем, конечным бизнес-пользователям, наверное, это не столь интересно может быть. Хотя, еще раз я говорю, если будут технические вопросы, потом сможете их задать в рамках этой сессии. Соответственно, в чем идея? Если совсем просто, то клик дейта-каталисту вы на входе описываете, какие есть источники вашей организации, самые разнообразные. А дальше он идет, собственно, по кругу. Внутри самого дейта-каталиста есть движок, который умеет смотреть то, что вы ему подсунули. Смотреть, какие есть таблицы, какие в таблицах есть поля. Соответственно, какие поля содержат какие данные, начиная от простейших вещей, какие типы, и насколько эти типы соответствуют задекларированным. То есть, например, сказано, тип, у вас должно быть там число, например, а хранится строка. То есть, фактически, клик дейта-каталист выполняет проверку этих данных. Дальше дополнительно он может проверять не только сугубо технические характеристики, например, как типы данных, но и выполнять профилирование данных, то есть пытаться понять, а что за содержимое там хранится, сопоставляя их с какими-то шаблонными значениями. Например, вы ожидаете в этом поле видеть дату рождения, а там просто какое-то число, которое может интерпретироваться когда-то, но оно, например, относится, я не знаю, к XIII веку до нашей эры. Не относится, явно очевидно, к людям, которые работают с этой информацией в современное время. Или вы ожидаете номер кредитной карты, а там символов не хватает, цифры каких-то. Дальше точно так же немаловажная вещь в любой фактически стране, и в том числе у нас, это попытка выявлять персональные данные как с целью ограничения доступа к ним, так и с целью обезличивания. Поэтому, в принципе, вы можете, например, в Data Catalyst сказать, у меня есть исходные данные с персональными данными, но персональные данные в исходных системах охранились, пусть и хранятся. Но если пользователь захочет что-то анализировать на основе этих данных и будет загружать эти поля, то при загрузке те или иные поля, например, какую-то персональную информацию нужно обезличить, то есть само поле пусть будет, какого-то определенного формата, какой-то определенной структуры, который я задал, но они не будут иметь никакого отношения к персональным данным, хранящимся в реальных ваших источниках. Безусловно, управление уровнем доверия, поскольку, как я говорил, некоторые технические вещи, но не некоторые, а много достаточно, там будет дальнейшая детализация, выполняет техническое профилирование ClickData Catalyst сам, то в результате прохождения по правой вот этой вот части окружности он фактически формирует некий набор мета-данных, характеристик, тегов для всех ваших данных, но которые он может проверить технически сам. Понятно, что помимо технических проверок вы можете более четко сформулировать, а что же это за данные, например, это, я не знаю, дата рождения сотрудников, имеющие отношение, например, к моим клиентам, а это дата рождения сотрудника, имеющая отношение к моим поставщикам и так далее. То есть, соответственно, фактически речь идет о том, что каталог мета-данных, который хранится в Data Catalyst, это каталог, который вы можете обогащать не только техническими терминами, атрибутами, но еще и бизнес-терминами, добавляя в него какие-то новые поисковые строки, добавляя какие-то теги, которые в дальнейшем пользователям, ничего не знающим ни о том, где данные лежат, ни о том, как они, собственно, там появились, просто найти нужный набор данных и при наличии на них прав доступа, собственно, загрузить и посмотреть, соответственно, в их контексте, проанализировать какие-то данные и, собственно, попытаться либо изучить ваши бизнес-процессы, либо, собственно, рекомендовать, может быть, что-то с точки зрения улучшения. Ну и точно так же, поскольку информация откуда взята, в каких системах, собственно, что с ними делалось, вы всегда можете посмотреть и ту самую историю происхождения данных, то, что на английском называется data lineage, соответственно, понять не только о том, что у вас данные есть, но и то, какой путь они проходили перед появлением у вашего пользователя, путешествуя от исходных каких-то источников данных. Соответственно, если такими широкими мазками без деталей разрезать функционал клик-дейта-каталист на части, то вот они, четыре части. Первая – техническая сбор информации о данных. Дальше – бизнесовая составляющая, помимо тех метаданных, которые собрал дейта-каталист сам о ваших данных, обогащение каталога теми метаданными бизнес-разметкой, которые вы считаете нужным. Это поддержка функций тех самых людей, которые сегодня несколько раз в докладах упоминали, дейта-стюарт, то есть тех людей, которые могут в вашей организации при должном росте культуры с вашей информацией появиться в соответствующей роли, людей, которые отвечают за наличие определенных данных, за качество их данных в определенных полях, в определенных источниках, и этих людей наделяют дополнительными какими-то функциями подготовки данных, очистки данных, преобразования данных, точно так же, как снабжают эти данными дополнительной бизнес-информацией, например, сведениями о том, кто является как раз ответственным, например, с телефонами и прочей контактной информацией, так, чтобы человек, загружая эти данные, на возникающий у него вопрос, а что это за данные, а почему они такие, а не другие, мог обратиться к конкретному человеку, понять, собственно, почему они такие, а не другие, получить какую-то консультацию. Ну и последний, по списку, наверное, самый важный по важности с точки зрения конечных пользователей, потому что конечным пользователям, по большому счету, вот эта вся левая часть неинтересна. Им интересно видеть просто набор данных в предельно простой форме и в предельно простом варианте взаимодействия начать с ними работать. Как это может выглядеть? Идеальная картина, чем меньше, собственно, всякой техники, тем лучше. Поэтому в идеале для пользователя представить бы интерфейс в виде вот таких простейших плашечек, ну, как я не знаю, там, морковка или сапоги в интернет-магазине, кому что больше нравится, да? Соответственно, каждый из товаров характеризуется каким-то названием и атрибутами, которые при наведении курсора мыши могут выплывать в виде дополнительных каких-то дополнительных тегов, той самой обогащенной бизнес-информации. При необходимости можно щелкнуть на кнопочку глазик и увидеть дополнительную детализацию, что содержится в этих данных, какие есть поля, примеры самих данных, с тем, чтобы убедиться в том, что вы действительно пытаетесь выбрать то, что вас интересует. Можно, соответственно, данные искать по абсолютно любым атрибутам, по любой бизнес-информации, по любым тегам. Можно точно так же данные, естественно, заинтересовавшие вас положить в корзину для дальнейшей работы. Ну и для того, чтобы вам было проще сразу сформировать для себя некое представление об уровне доверия к тем данным, которые вы увидите на экране, выводится некий набор показателей. Ну, например, популярность данных, да, то есть как много их используют другие пользователи, уровень качества данных, там есть тоже критерии качества, и уровень, собственно, ну, как бы достоверности в смысле обновляемости данных, это операционный, то, что называется, показатель. При этом для каждого из этих показателей есть четко определенные формулы расчета. Эти формулы могут меняться, если это требуется. Ну, вот, собственно, они все описаны в документации, как они рассчитываются. Там достаточно сложные критерии с весовыми коэффициентами, показывающие характеристики данных для лучшей ориентации пользователя. Как только пользователь выбрал те или иные наборы данных, соответственно, говорит, а я теперь все, что у меня поместилось в корзину, что-то могу, хочу с ними делать, дается набор вариантов действий. Ну, здесь у меня немножко устаревшая картинка, поскольку здесь есть публикация в кликсенс, да, а, собственно, как я говорил, например, в сентябрьской версии еще появилась публикация в Tableau, фактически для демонстрации того, что нам все равно, кто будет являться потребителем этих данных. Главное, что пользователь нашел то, что ему нужно, и с этим может поработать. В зависимости от того, с чем, какой элемент выберет пользователь, понятно, что у него есть несколько вариантов. Если говорит пользователь, я хочу посмотреть в кликсенс, ну, я дальше покажу это вживую и, собственно, покажу на скриншоте, то понятно, что у него открывается кликсенс, эти данные загружаются в кликсенс, и дальше он привычным образом играется с ними в кликсенсе, даже не задумываясь, откуда они были взяты, как технически к ним можно было и нужно было подключаться, потому что техническая составляющая, она скрыта за соответствующей вот этой вот плашечкой, да, пользователь просто выбирает нужную ему плашечку, а вся техника решается автоматически самими инструментами. А вот если он говорит, слушайте, ну, а я понимаю, что ценность от того, что я возьму несколько источников данных, заинтересовавших меня, заключается не в том, что я поиграю с ними и посмотрю, а я уже понимаю, что я из этого набора данных хочу создать другой производный набор каких-то данных, то я могу выбрать пункт, который называется «Создать новый набор данных, первый в списке Create Dataset», и для меня будет предложен даже графический интерфейс, позволяющий в простейшей форме описать те самые ETL-процедуры преобразования и комбинирования данных из таблиц с тем, чтобы на выходе из имеющихся выбранных мной источников данных получить итоговую какую-то таблицу, итоговый набор данных, сохранить в этом же каталоге, описать его какими-то новыми атрибутами, раздать полномочия моим пользователям и сказать, «Найте, пользуйтесь готовым набором данных, можете его использовать, собственно, не делая вот тех самых вещей, которые сделал за вас я». То есть фактически каталог — это возможность не только данные загружать в исходное виде, но еще и из этих данных готовить какие-то новые представления, если они в готовом виде более удобны для пользователя, нежели все время комбинировать данные непосредственно поступивших из исходных источников. Ну, в кликсенте, очевидно, здесь можно не обращать на это внимания, собственно, поскольку все данные, как я говорил, которые вы пометили в корзине, просто автоматически соответствующие строки вызова технически попадают в стандартный сценарий загрузки клика, дальше клик загружает эти данные, ну и вы играетесь со всем инструментарием кликсенса, включая рекомендациями, то, что называли, дополненной аналитикой в части подсказок объектов визуализации, в части подсказок того, как данные можно связать, ну и прочих каких-то вещей. Весь функционал здесь кликсенса не изменен, он является просто потребителем тех данных, которые были опубликованы в каталоге. Еще несколько технических деталей, не очень глубоко, с тем, чтобы вы понимали, что любые наборы данных в каталоге могут быть по-разному обслуживаны. В ClickData Catalyst по умолчанию поддерживается три уровня категории обслуживания данных, ну, как они здесь названы, зарегистрированные, управляемые, адресованные. Ну, адресованные – это, грубо говоря, просто набор данных, который известен в каталоге, для которого делается минимальное количество проверок. Следующий уровень – это зарегистрированные, это, как правило, меньше объем данных, для которого вы выполняете более глубокие уровни проверки. И третий уровень данных – это управляемые данные, это, собственно, уровень данных с максимальной степенью доверия, который, скажем так, прошел максимальное количество проверок, и, как правило, на которые назначен ответственный. В чем здесь технические разницы? Как я говорил, для этих разных уровней проходит разное количество проверок, но еще и сами данные по-разному хранятся. Если я говорю о первых двух категориях, адресованные и зарегистрированные, то описывая эти источники данных в каталоге, я подразумеваю, что эти источники данных проходят некие проверки. Например, адресованные проходят проверку соответствия техническим характеристикам, соответствия типам, а зарегистрированные проходят еще соответствия профилям данных, что реально в этих полях хранятся, шаблонным набором данных. Но при этом и адресованные и зарегистрированные данные физически продолжают храниться в тех источниках, где они и хранились, никто их оттуда не достает. ClickDataCatalist просто хранит некий каталог метаданных, характеристик существования этих данных внутри вашей организации. То есть фактически каталог является неким каталогом, точкой доступа пользователя, точкой информирования о том, что эти данные есть. А вот если вы говорите, а я хочу какую-то категорию данных перевести в категорию управляемых, это означает, что клик Data Catalyst делает еще следующую вещь. Во-первых, проходят все эти проверки, которые относятся к адресованным и зарегистрированным данным. А во-вторых, физически Data Catalyst берет из этого источника данных, копию данных, копирует к себе, физически складывает у себя на диске и говорит, что дополнительный уровень доверения к этим данным достигается еще и за счет того, что пользователи, которые к этим данным обращаются, они обращаются не к абстрактным каким-то данным, которые где-то лежат и которые могут управлять другой владелец, а они обращаются ровно к той копии данных, которая контролируется мной как каталогом данных, и, соответственно, они работают с достоверной копией, которая здесь и сейчас в данный момент времени лежит на моем каталоге. В моем каталоге. То есть это фактически работа с локальной копией данных, которая обслуживается этим каталогом. Ну вот здесь большая детализация, не буду вдаваться в детали, как я говорил, для адресованных минимальное количество проверок, для зарегистрированных побольше, для управляемых данных не только все проверки, но еще и физическая копия кладется на сам каталог, и пользователи, работающие с этими данными, работают именно с этой физической копией, получая ее из каталога, а не непосредственно источника. А уже обеспечение синхронности данных этой копии с источником определяется правами синхронизации, настроенной в каталоге, которую можно описывать, опять же, соответствующим планировщиком, который входит в состав кликдейта-каталиста. Внутри, не очень много там буду расписывать, просто чтобы вы понимали, как я говорил, достаточно много встроенных правил, проверки самых разных вещей ваших данных, причем с автоматической разбивкой на разные категории. И плюс ко всему, что приятно, что когда кликдейта-каталист провел это профилирование, вы сразу можете четко понять не просто, что ваши данные относятся к категории «хороший», «плохой» или «ужасный», а у вас вплоть до индивидуальных записей кликдейта-каталист показывает, собственно, какие записи относятся к хорошим, какие относятся к плохим, какие к ужасным. С точки зрения, собственно, попытки контроля качества ваших данных, вы сразу можете посмотреть, какие из данных хороши, то есть прошли все проверки, какие из данных плохи в том смысле, что не было соответствие, например, техническим типам, а какие ужасные в том смысле, что, может быть, там соответствие типам есть, но сами содержимые этих данных не соответствуют тому, что там должно было храниться. То есть ценности от этих данных почти ноль из-за того, что в поле хранится не то, что ожидалось. Помимо этого, вот такой вот слайд, архитектурный, показывающий, что, несмотря на то, что, вроде бы, казалось бы, это отдельный продукт, отдельный инструмент, тем не менее, с точки зрения технологии, он, с одной стороны, базируется на всех современных технологиях, то есть технически это продукт, который базируется с точки зрения масштабируемости на технологиях Hadoop. При этом, с точки зрения конфигурации, для небольших организаций он может быть установлен как на одном сервере, так и отмасштабирован на Hadoop-кластер на нужное количество узлов. С другой стороны, он внутри себя, как я говорил, может работать фактически с любыми источниками данных, выполняя, собственно, перемещение и, собственно, преобразование данных в соответствии с прописанными правилами. Это, собственно, как я говорил, управление инструментами доверия в плане создания метаданных, как технических, так и бизнес. Ну и, в принципе, вне зависимости от того, с какими инструментами аналитики вы работаете или с какими даже не аналитическими инструментами, а может быть, какими-то инструментами, реализующими ваши другие бизнес-процессы, техническими какими-то инструментами, вы взаимодействуете. В принципе, эти данные могут потребляться абсолютно любыми инструментами, поскольку фактически ClickData Catalyst может данные отдавать в любые инструменты, в том числе и работая как обычный SQL-сервер, фактически поверх Hadoop, там, собственно, с использованием платформы Hadoop используется движок Hadoop Hive, который может отвечать на запросы и предоставление данных, хранящихся в каталоге, с использованием обычных SQL-запросов со стороны внешних систем, вне зависимости от того, что это за система. Следующее телодвижение. Поскольку изначально приобретенный продукт Podium Data, который стал сейчас называться ClickData Catalyst, естественно, подразумевал достаточно большое количество источников данных, но распространенных на рынке, не зависящих от клика. А у клика, как вы знаете, есть еще один источник данных, очень популярный, сегодня о нем тоже не раз говорилось, это те самые QID-файлики, которые с точки зрения клика являются очень оптимальными с технической точки зрения и компактности, и быстродействия, и прочими вещами. И во многих организациях уже де-факто сложилась практика того, что огромное количество данных накоплено в QID-файлах, то возникает несколько вопросов. Ну, во-первых, понятно, что технически те, кто эти QID-файлы генерирует, им все с ними ясно, они складывают соответствующие папочки и понимают, что откуда нужно загружать. А если мы говорим о сценариях массового самообслуживания, то понятно, что пользователям объяснить, что если тебе нужны какие-то данные, ты залезь вот в эту папочку, возьми этот QID-файл и так далее. Понятно, что это, ну, мягко сказать, немасштабируемая абсолютно картинка, это раз. А во-вторых, что делать, если потребителями этих QID-файлов хотят быть не только продукты клика, например, кликсенс, который понимает этот формат, но и продукты третьих фирм. На чем достаточно много жаловались и говорили, что вот эта вот картинка предоставления данных, например, в другие системы не работает, если вы используете только ClickView или кликсенс, если, соответственно, вы хотите данные, которые есть у вас в QID-файликах, предоставить во внешней системе, поскольку формат файлов QID-проприетарный, закрытый, никто открывать его до сих пор не собирается. Так вот, соответственно, в июне месяце появилась поддержка слоя QID, поэтому ClickDate и Catalyst сейчас в качестве еще дополнительного источника данных, помимо перечисленных, понимает и QID-файлы. И более того, эти, как я говорил, данные из QID-файлов могут предоставляться не только клику, но и, соответственно, внешним системам, ну, например, там уже, как упомянуто было уже не раз, там, табло и прочим каким-то другим инструментам, которые могут обращаться к этим данным в виде обычных SQL-запросов. Соответственно, если вы накопили уже какие-то ваши данные в файлах QID, ради бога, используйте их в качестве источников данных для ваших любых других систем. Более того, понимая, что требования у заказчиков и по уровню функционала, и по набору источников данных, и по тому, что вы хотите делать с этими данными, могут различаться, клик сознательно с сентября месяца ввел дополнительную редакцию в прайс-лист, поэтому есть редакция полноценного клик-дейта-каталиста справа, который поддерживает весь функционал, который описан на слайде, зачитывать здесь сейчас не буду. И есть более урезанная версия продукта, которая так и называется клик-дейта-каталист в QID, естественно, за меньшую стоимость, но которая позиционируется для тех заказчиков, которые говорят, слушайте, ну, как бы вот столь широкий функционал нам не нужен, мы работаем с кликом, он нас устраивает, на имею в виду клик-сенс или клик-вью, мы и так все, что нам нужно на данный момент делаем в этих инструментах, как по слои данных мы используем QID-файлики, и нам просто нужно гибко с ними работать и вот эти вот QID-файлики предоставлять пользователям в режиме самообслуживания. Более того, мы не делаем никаких абстракций, эти же данные будут потребляться нашими пользователями в том же клик-сенс или клик-вью. Поэтому фактически мы говорим о том, что нам нужен каталог, но который работает только с QID-файликами. Поэтому, в принципе, весь функционал каталога, но применительно к источникам данных в виде QID-файлов, может быть реализован в более урезанной, но, естественно, менее дорогой версии клик-дейта-каталиста. Пластенькая дема. С тем, чтобы меньше времени потратить, я просто его урезал до минимального ролика, где общая идея заключается в том, что пользователь видит тот самый внешний интерфейс наших данных, и разным группам пользователям хочется, как я говорил, эти плашечки с данными, которые они видят, по их характеристикам выбирать и, собственно, с ними работать. Идея заключается в том, чтобы сначала сфокусироваться на тех данных, которые нужны. Для этого есть стандартное поле поиска, где пользователь может по любым критериям, как я говорил, поиск проходит по всем атрибутам, бизнес-атрибутам, техническим атрибутам, найти те плашечки, которые соответствуют его характеристикам, посмотреть дополнительно какую-то информацию, если нужно. Ну и дальше заинтересовавшие его наборы данных просто поместить в корзину, как элементарно, как в любом интернет-магазине. А дальше, собственно, перейдя в корзину, посмотреть, что с этими данными можно сделать. Ну и здесь как раз дальше будет в коротеньком видеоролике показано два варианта. Вариант номер раз – создать некий набор данных из этих существующих наборов данных и предоставить его каким-нибудь пользователям. А дальше публиковать его, например, в кликсенсе. Если мы говорим «создать новый набор», нам предлагают визуально указать, как мы хотим назвать этот набор данных, куда он будет сохраняться. Ну, естественно, это настройки, по сути, кликдейта-каталиста, и пользователь, который хочет воспользоваться этим инструментом, должен иметь соответствующие полномочия. Ну а дальше ему просто предоставляют графический интерфейс, где он рисует, собственно, пути комбинирования этих данных. Ну а если пользователь говорит «я ничего не создаю, я просто хочу поиграться, посмотреть на эти данные», то он просто выбирает пунктик «опубликовать в кликсенс». Вся остальная техника за счет интеграции кликдейта-каталиста с кликсенсом выполняется незаметно. Данные просто-напросто загружаются. Ну а дальше клик в стандартной форме просто интерактивно создает объекты визуализации со всем тем функционалом, который и ранее.